МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красота спасет мир", так говорил герой романа Достоевского идиот. Но что же такое красота? Во все исторические эпохи у всех народов представления о красоте были различны. Но есть и нечто общее, ухоженные волосы. Задача мастера-парикмахера добиться идеального сочетания прически с внешностью, одеждой и макияжем. В общем, создать эту самую красоту. Если вы хотите освоить профессию парикмахера, портного или пекаря, тогда эта передача специально для вас. Сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом» мы познакомимся со студентами Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Стрижки, разные сложности, окраска, укладка, плетение африканских косичек, завивка, наращивание волос. Все это может делать парикмахер. Не секрет, что при помощи прически и цвета волос можно визуально устранить мелкие недостатки лица и выгодно подать его достоинство. Сгладить резкие черты, освежить цвет кожи. Большинство парикмахеров – специалисты широкого профиля. Они работают с женщинами, мужчинами и детьми. В последнее время поступают очень много по профессии парикмахер. Конечно, на первом курсе есть сложности, потому что они поступают после 9 класса, практически еще дети. Но и мы им помогаем, преподаватели, помогаем осваивать профессию. Сначала они теоретически, в большей части, проходят, потом потихонечку начинают знакомиться с инструментами и начинают выполнять работы самостоятельно. К нам постоянно обращаются работодатели, помочь им трудоустроить наших парикмахеров. Мы с удовольствием это делаем, потому что мы тоже заинтересованы, чтобы они нашли себя, работали и зарабатывали. Система профессионального образования позволяет сегодня будущему парикмахеру виртуозно освоить технику стрижки и ухода за волосами. Работанные методики и опыт педагогов колледжа создают солидную базу для обучения. Но все же для того, чтобы стать настоящим мастером, нужен особый талант. Парикмахер – это дизайнер, художник и скульптор. Он обладает пространственным и творческим мышлением, хорошим вкусом и знает, как воплотить желание клиента или свои собственные идеи в жизнь. Ему необходимо развиваться и в модных тенденциях. А еще мастер парикмахерского искусства имеет хороший глазомер, твердую руку и высокую чувствительность к цвету. Но самое главное, чтобы стать профессионалом, нужно очень этого хотеть. Всегда с детства пробовала все на подружках, на маме. Вот решила все-таки, что профессиональное образование тоже подойдет. Самое тяжелое, наверное, продолжить дальше, не отпускать руки. Кажется, когда ничего не получается, что нет, не получится. Все, получу. Но все-таки, если продолжишь дальше, станешь хорошим профессионалом, можно будет дальше искать работу, совершенствоваться в этой профессии. Все впереди. Надеюсь, что в будущем получится открыть салон. Открыть свое дело мечтает и Ольга Александрова. Через несколько лет она планирует стать специалистом широкого профиля, освоить профессию парикмахера, визажиста и маникюриста. И именно Чебоксарский экономико-технологический колледж поможет ей достичь желаемого. Я в конце девятого класса поделялась профессией и начала обдумывать, что мне больше всего нравится. А мне с детства нравятся где-то прически людям, волосы расчесывать. Ну и поняла то, что все-таки понравится профессия парикмахера, хочется стать парикмахером. Сначала я с мамой долго сговаривала, выговаривала ее. Она не соглашалась, а потом как-то согласилась. Она хотела, чтобы я пошла на врача, в медколледж. Я не хотела. Мне нравится больше завивать людей и красить. Что-то тоже новое придумывать, какие-то образы. Вообще в моде сейчас креативные прически. И вот когда смотришь на человека с креативной прической, аж глаз радуется. У начинающего парикмахера есть хорошие перспективы. Сначала он может устроиться на работу в парикмахерскую или салон красоты. Набравших теоретических и практических знаний, специалист двигается дальше. Более престижный салон в модельное агентство или на телевидении. Вершина карьерной лестницы – его собственный салон красоты. Пожар – это всегда неожиданно и страшно. Многие люди теряются в такой ситуации, не могут принять правильных решений. И как результат, у них почти не остается шансов выжить, если на помощь не придет пожарный. Профессия пожарного или, как они теперь называются, спасателя – одна из важнейших в обществе. Телефон 01 наизусть знает каждый ребенок. Спасать и защищать других – призвание этих людей. Они идут работать в службу спасения, чтобы каждый день смотреть опасности в глаза. Пожарный – для меня это очень гордое слово, когда я понимаю, что я могу в будущем стать пожарным и спасти чью-либо жизнь. То есть, в моих руках лежит чья-то жизнь. То есть, я буду опорой для кого-либо. Ну, такое приятное ощущение, понимать, что ты можешь помочь. Пожарный должен обладать качествами. Он должен быть сильным, он должен быть всегда ответственным. То есть, при какой-либо ситуации он всегда должен ручаться за своего товарища. Он всегда должен помнить о взаимовыручке. Пожарные – все отважные люди. И те, кто сейчас боятся на линии огня, я хочу сменить их, встать на их пост, чтобы бороться так же со стихией. Иными словами, пожарный и огнеборец, и спасатель, и медик – тут мало знать теорию. Все необходимые навыки вырабатываются путем упорных тренировок. Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжелое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуй-ка бежать на девятый этаж без лифта с бронспойтом в полном обмундировании. Это испытание не для слабых. Поэтому в пожарных подразделениях уделяют особое внимание спорту. Бойцы сдают нормативы по бегу, подтягиванию, участвуют в спартакиадах по плаванию и гиревому спорту. Помимо учебы в нашем колледже есть секция пожарно-прикладового спорта, которая в дальнейшем нужна будет. Ну, она тренирует человека. То есть на этой секции тренируют такие упражнения, как подъем на какой-либо этаж, бег с препятствиями, с барьерами. В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть 20 секунд, чтобы надеть специальную одежду. В среднем машины прибывают на место вызова за 5 минут, и времени на раскачку у пожарных нет. Тренируется будущий спасатель на специальном учебном оборудовании. Так, вытаскиваем, нажимаем на рукоятку и душим. Так, не спеши. Нормально, нормально. Так, старайся, где отжар? Современная система пожаротушения и безопасности требует навыков знаний физики и химии, потому что горение – это процесс химический. Правильно? То же самое происходит и физика горения. Поэтому все предметы, которые получают занятия в химии и физике, необходимо знать им, чтобы в дальнейшем по спецпредметам, которые они будут обучаться, горение и так далее, они спокойно могли владеть в обстановке, потому что там все действует временно. То есть он не должен вспоминать процесс горения, он должен правильно вспоминать и правильно осмыслить черчайную ситуацию, чтобы принять правильное решение, как этим способом тушить его, как спасать людей. Чтобы спасать людей, нужно быть сильным и морально, и физически, поэтому профессия пожарного считается мужской. Но сейчас границы между мужскими и женскими профессиями стираются. Вот и профессию спасателей девушки осваивают наравне с парнями. В детстве я даже не задумывалась об этой профессии. Нет, у нас вообще в колледже есть много различных профессий, но почему-то именно МЧС зацепило меня тем, что ты должен, не знаю, отдавать свою жизнь ради другой. Это прям меня взбодрило. Я готова помогать людям, если будет такая возможность. Я думаю, что я сделала правильный выбор. Всем нам хочется выглядеть красиво, но не просто красиво, а еще и стильно, модно и оригинально. Но часто одежда, которую предлагает нам рынок, не удовлетворяет требования нашей души и кошелька. Помочь нам в этом деле может профессиональная швея. Именно им, повелительницам тканей, ниток, булавок и иголок, мы обязаны нашими любимыми нарядами. Стать лучшей в этом деле можно здесь, в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Шить, вязать, вышивать, рисовать, конструировать и моделировать – эти девушки могут все. Стоит им сесть за швейную машинку, и на свет появляются красивые и практичные вещи, без которых невозможно представить нашу жизнь. Кабинеты моделирования, одежды, основа композиции, костюма и швейная мастерская. В колледже созданы все условия для того, чтобы подготовить настоящих профессионалов швейного дела. В данном профите очень сейчас востребованы рынки труда, требуются высококвалифицированные рабочие кадры, и поэтому мы в нашем учебном заведении готовим данных специалистов. Как вы видите, девочки сюда пришли все по своему призванию. Здесь нужных студентов у нас нету, и поэтому мы надеемся, что все наши студенты проявят себя хорошими рабочими кадрами. Зарплата на рынке труда у портного швея довольно-таки не низкая. Если он будет стараться проявлять себя на работе, показывать такие показатели хорошие, то, соответственно, он будет получать хорошую зарплату. Для Екатерины Миланичевой все началось несерьезно с кружка, покройки и шитью. Тогда девушка даже представить себе не могла, что через несколько лет будет носить одежду, сшитую своими руками. Кстати, Екатерина даже шьет на заказ. Мне больше всего нравится уже стачивать детали, потому что уже как бы вещь готова, ее можно уже быстренько стачать, и вещь будет готовая, ее можно носить, одевать. Портной должен обладать прежде всего терпением, аккуратностью, потому что, когда что-то не получается, приходится распускать. Для этого нужны железные нервы, чтобы распустить, заново стачать, если еще что-то не получится, может сметать. И, конечно же, аккуратность, потому что если что-то с тканью сделаешь, там, неаккуратный, то все испортишь, придется заново все покупать и начинать. Еще самое главное, у портного должен быть наметан глаз, чтобы не забыть про припуски, чтобы ничего не упустить, чтобы все подогнать, особенно когда шьешь на заказ изделия. Устроиться на работу этим девушкам точно не составит труда. Выпускницы экономико-технологического колледжа ждут не только на предприятиях Чувашии. Бывшие студенты факультета находят работу в сфере легкой промышленности в других регионах страны. Все помнят крысенка Рэми из мультика «Рататуй». Он пытается создавать из продуктов настоящие произведения искусства. Рататуй вдохновил многих и доказал, что готовить может каждый. Этого мнения придерживаются и в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Здесь освоить профессию повара большое количество желающих. С раннего детства, можно сказать, любил готовить по мелочам, может быть. И ближе уже, когда пришло время поступать, я выбрал профессию эту. Мне нравится готовить мясо, играть с различными степенями прожарки. И мне нравится готовить мясо, потому что я его очень люблю. Я пока планирую работать по своей специальности и, надеюсь, в недалеком будущем открыть свое предприятие. Готовить закуски, создавать десерты. Повар должен быть специалистом широкого профиля. Эта профессия по-своему уникальна, ведь настоящий повар не только смешивает ингредиенты, но и экспериментирует, создает новые блюда или с легкостью может приготовить кулинарный шедевр из продуктов, которые есть в холодильнике. Уверена могу сказать, что студенты справляются с поставленной задачей. На настоящий момент очень много требований к санитарии, гигиене, потому что все-таки мы кормим людей. И как бы особое требование предъявляется и к организации рабочего места, к организации самого приготовления блюда и технологическому процессу. И инвентаре, и оборудование, все должно быть, чистоте, и сам повар. То есть работать в перчатках. Одно из направлений поварского искусства – барное дело. Яркие коктейли, новые вкусы напитков. Эти люди словно читают ваши мысли и знают, что именно вам нужно в данную минуту. Они лучшие собеседники и творцы хорошего настроения. Они почти волшебники. Они бармены. Стать профессионалом этого дела можно в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. С детства как бы приучилась обслуживанию гостей, поэтому пошла на эту специальность. И с Натальей Николаевной мы изучали специальность барное дело. Мне все это понравилось. И как бы захотелось попробовать сделать коктейли. И мне все это понравилось. Вот. Поэтому выбрала эту специальность. Мне нравится делать новые коктейли. Экспериментирую. Угощаю друзей. И друзьям это все нравится. Восхитительный запах и румяная корочка. Пожалуй, пекарь – одна из самых вкусных профессий. Пока многие видят сладкие сны, пекарь уже на ногах. Это еще что? Столетия назад булочники вставали в 3 часа ночи, чтобы успеть испечь хлеб к завтраку. Времена изменились, но эта профессия по-прежнему популярна. Известная русская поговорка «хлеб всему голова» возникла не на пустом месте. Этот продукт обладает высокой пищевой и энергетической ценностью. Тем более, что хлеб – это не только сытная и вкусная, но и наиболее доступная еда. В колледже будущих пекарей обучают на самом современном оборудовании. Специальность технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий, насколько интересна, настолько же и сложна. Потому что студентам необходимо знать и производство хлеба, и производство кондитерских изделий, и производство макаронных изделий. Они у нас проходят практику и выходят на экскурсии на действующие предприятия, то есть изучают производство. Производство хлеба – это очень нужный, интересный процесс, и, конечно же, людям всегда нужны. И поэтому, я думаю, эти студенты, которые выбирают эту специальность, никогда не останутся невостребованными на рынке труда. Акон, смак, хлебозавод номер два. Все эти предприятия с удовольствием берут на работу студентов СУЗа. Чебоксарский экономико-цехнологический колледж – единственное учебное заведение, которое выпускает специалистов этого направления. У меня пекарем, значит, создавать красивые, ну, как это говорится, даже шедевры, можно сказать. Потому что в кулинарии не всякий раз встретишь какие-нибудь красивые и изящные вещи. И вот я решила, что я смогу сделать, применять это, ну, в продукции, которые употребляют люди постоянно. Вот. И больше мне нравятся кондитерские изделия. Я, ну, наверное, открою свое маленькое заведение. Было бы очень замечательно продавать какие-нибудь расписные, ну, пряники, торты. Хочу создавать что-то шедевральное. Пекарное дело не стоит на месте, а значит, чтобы создавать новые кулинарные шедевры, нужны высококвалифицированные специалисты. Только тогда хлебопекарное производство будет совершенствоваться. Вы всегда хотели научиться профессионально шить? Или, может быть, ваше призвание – спасать людей? А вдруг вы мечтали создавать кулинарные шедевры? Тогда вам в Чебоксарский экономико-технологический колледж. На сегодняшний день в колледже готовим по 14 специальностям и 6 профессий, рабочим профессиям. Но, кроме того, наши студенты имеют возможность получить дополнительные смежные профессии еще по 28 компетенций на сегодняшний день. То есть мы считаем, каждый наш студент, кроме основной специальности профессии, должен получить как минимум еще 2-3 дополнительные смежные профессии, компетенции, которые позволят ему быть трудоустроенным. Конкурс по ряду специальностей в этом году достиг 7,5 человек на место. Хочу сказать, что у нас конкурс даже среди выпускников коррекционных школ. Выпускники колледжа находят работу в различных компаниях на производственных предприятиях. Карьерный рост здесь обеспечен, было бы желание. Особо предприимчивые имеют все шансы организовать свой бизнес. Освоить любую из вышеперечисленных профессий в этом колледже можно после 9 классов за 3 года и 10 месяцев на техническом направлении. И за 2 года и 10 месяцев на гуманитарных специальностях. Вот мы и познакомились с Чебоксарским экономико-технологическим колледжем. Его студенты уже сделали свой выбор. Теперь ваша очередь. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ